Привет всем! Вот это Asus ROG Flow X13 Это компактный игровой ноутбук 13 дюймовый При этом он еще вдобавок ко всему трансформер Это забавная штукенция Вообще он очень мощный, очень классный Естественно на него обзор будет, я вот с ним балуюсь Все с ним здорово К нему еще продается такая док-станция В ней мобильная видеокарта То есть к нему можно подключить док Чтобы видеокарта стала мощнее У него по умолчанию стоит 1650 в дизайне Max-Q Ну то есть видеокарта такая Не сильно игровая Но если подключить вот тот док Там вплоть до RTX 3080 То все должно стать очень здорово Но к нам эта машинка попала без дока Поэтому протестируем ее, скажем так, саму по себе Примечательно здесь то, что Здесь восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800HS То есть здесь мощный, классный процессор Не низковольтник, который В полную силу здесь шпарит Я вот играю во всякие свои любимые Warcraft и все остальное Да, действительно процессор здесь и охлаждается И работает на ура То есть в принципе внешний док он вывезет Единственный минус внешнего дока Это то, что там мобильная видеокарта Ее вроде как и не поменять Потом и стоит это тоже бешеных денег Ну да бог с ним Чему весь этот рассказ А, ну да, еще пару слов Оказалось, что трансформер довольно удобно Можно играть вот так вот То есть выводишь сюда какую-нибудь игру И вот так вот играешь У тебя близко экран расположен Хотя 13 дюймов это все равно мало Минусы всех этих трансформеров То, что вот его чуть наклонишь Он сразу начинает говорить Что ой, я в режим планшет Перешел и все остальное Но привыкнуть можно Так вот, к чему весь этот спич А к тому, что вот здесь Ryzen 7 восьмиядерный В маленьком тонюсеньком ноутбуке И хорошо работает И Intel вроде как ответить на это нечем Потому что у него низковольтный процессор Как мы знаем Они, во-первых, все четырехъядерные Во-вторых, при большой нагрузке Они частоты, ну в большинстве ноутбуков Они сильно сбрасывают И что-то там серьезное не поделать В премьере там особо не помонтируют Что-то нужное Говоря о том, чтобы поиграть И вот Intel скоро выстрелит Новыми процессорами Tiger Lake H Которые будут 45-ваттные Которые будут 6 и 8 ядерные И, в общем-то, будут вполне Конкурентоспособны вот этим Ryzen 5000 серии Произойдет все чудо 11 мая Уже всякие утечки есть Но самое забавное то Что несмотря на то, что процессоры эти официально еще не представили Вот буквально на днях Samsung выкатила свой новый ноутбук В котором как раз эти процессоры и заявлены То есть парадоксальная ситуация Вроде как Intel еще официально не представила процессоры А тут за пару недель до этого Выходят такие Samsung Говорят, привет, вот у нас тут новый ноутбук Samsung Galaxy Book Odyssey И в нем будут процессоры Intel Новой серии Вот посмотрите, как круто Естественно, они никаких тестов не приводят Спецификации особо таких вот точных нет Они говорят, что типа вот Intel все покажет 11-го числа А мы просто говорим, что у нас будет первый ноутбук На этих собственно процессорах Asus тоже вроде собираются делать Zephyrus M16 на такой же схеме И все это очень здорово Потому что, как мы всегда говорим Конкуренция это хорошо То есть когда есть и AMD, есть и Intel Они соревнуются, каждый что-то хорошее хочет сделать Вот как раньше было Сколько лет были низковольтники у Intel И ничего практически не менялось А тут вот AMD выкатили Свои пятитысячные Ryzen И такие Так не пойдет, не пойдет Надо тоже что-то крутое выкатить И вот выкатывать 11-го числа ждем Еще этот Galaxy Book Odyssey Примечателен тем, что это вроде как первый Ну из уже показанных публике ноутбуков В котором будут видеокарты NVIDIA RTX 3050 И RTX 3050 Ti Для ноутбуков, естественно Что это за видеокарточки? Эти видеокарточки приходят на смену 1650, 1650 Ti и 1660 Ti То есть то, о чем я говорил давно Что типа какая-то путница Куча всяких названий И вот не проще бы сделать одну линейку Вот они вроде к этому и пришли То есть все будет RTX 30 Будет 3050, 3060, 70, 80 и так далее Вплоть до 90 там на десктопах Эти видеокарточки, так как они называются Понятное дело RTX То есть 3050 и 3050 Ti Они будут с поддержкой трассировки лучей То есть будут аппаратные тензорные ядра А трассировочку можно будет включать Это хорошая новость Относительно плохая новость заключается в том Что это не самые мощные видеокарты Если говорить о 3050 То она где-то в районе 1660 Ti послабее Наверное Вот между 1650 Ti и 1660 Ti Где-то вот так она барахтает Почему барахтать, сейчас чуть позже объясню А 3050 Ti Она на уровне RTX 2060 Прошлой серии Ну и естественно она ощутимо слабее чем RTX 3060 Но мощнее чем 1660 Ti Вот такая вот путница Ну я думаю вы поняли Почему плавающая, почему барахтается Потому что во-первых нету тестов еще никаких Естественно карт самих нет Аппаратов нет на них А во-вторых у них будет такая же катавайся Как с другими RTX 30 картами У них будет разная ватность От 35 до 80 там с бустом до 100 Там пока какие-то противоречивые данные Где-то написано что от 35 до 80 Но 35 это как-то совсем мало Где-то там у Lenovo проскакивает инфа Что у них там до сотки в каких-то машинах будет буститься В общем там опять будет несколько вариантов этих карт И список вот из этих RTX 30 Который мы знаем уже где куча всяких карт Он будет еще больше уходить туда за горизонт В оба края И опять начинает спутница Какая карта лучше То есть может оказаться так Что некоторые 3050 Ti Будут мощнее некоторых например 3060 А еще там же есть 3060 Max Q И там оуу мама дорогая Но в любом случае это хорошие новости Потому что во-первых Все-таки попроще будет с названием Потому что не будет этого 1650 1650 1660 Ti 3050 То есть с одной стороны 30 цифр С другой 16 цифр В общем черт ногу сломит С другой стороны Тензорные ядра RTX и прочее Ну типа да на RTX 3050 они есть Но в каких играх вы будете там Включать трассировку В Варкрафте Да кстати окей В Варкрафте можно То есть оно там будет такое Ну типа включить можно Но вряд ли вы этим будете пользоваться Но в любом случае хорошо Это интересно И вот 11 мая ждем презентацию процессоров от Intel Ну и ждем когда появятся ноутбуки на RTX 30 Как говорится спасибо Samsung Вы все уже заранее рассказали Вы классные Но скорее всего на Samsung у нас обзоров не будет Так как мы их не продаем Да в России их достать тяжело Кстати они делают вроде неплохие ноуты Вот такие вот пироги По поводу новостей Но это еще не все Asus Rockflow X13 Я уже вроде как все рассказал Что хотел Хорошую машину Звук хороший Все мне с ним прям очень приятно было И действительно здорово Когда я есть компактный ноут С мощным процессором То есть без дураков мощным Без компромиссов Он реально шпарит Все отлично И видосы монтировать И играть все хорошо Просто справляется Вот что есть Какая у нас новинка Ну не то чтобы она Прямо для всего мира новинка Но она новинка большая для нас Это вот такая штучка Как будто ежедневник Да записи писать В свое время очень любили Все на дне рождения Дарить ежедневники Абсолютно дурацкая вещь Но это Lenovo ThinkPad X1 Fold Это ноутбук С гибким дисплеем Это вот такая вот штукенция Которая сгибается Раскладывается соответственно в планшет Можно использовать как ноутбук Можно ставить какие-нибудь хитрые Такие вот конфигурации Что-то делать Очень любопытная вещь Она на Intel'овском процессоре Специальным Особенным Она с активным охлаждением Эта штука Весит она всего килограмм То есть он реально очень легкий Прям вообще Ну такой относительно толстенький И вот я сейчас с ним балуюсь У него клавиатурка Которая пришлепывается В одну из сторон На магнитиках И она же заряжается То есть здесь беспроводная Какая-то индукционная зарядка Не надо никакого кабеля Просто ее положил Вот сюда она заряжается Стилус есть И как Какие у меня впечатления Ну во-первых это работает По крайней мере вот сгиб На сгибе действительно Не видно никаких полос Когда ты разворачиваешь Все это дело То есть здесь действительно Все в порядке Никаких вот тут нету Ни желобинок Ни желобинок Ничего такого То есть действительно Прям получается ровный экран Чудо новогоднее Это очень круто Клавиатурка работает Все работает Все хорошо Но есть некоторые недостатки Во-первых Как казалось Винда Она и на таких планшетах Не то что Прям идеально работает С сенсорным экраном Но вот здесь Меня вообще Много чего напрягает Потому что Если пользоваться Именно как планшетом У него бывают Ложные срабатывания Ну здесь и просто Не самый мощный на свете Но вот часто бывает Такой когда Ютюб например Как-нибудь так вот скроллишь А он случайно возьмет И не проскролит А нажмет на то место Которое ты Хотел Переключения Приложения Очень много Здесь всяких Есть недостаток Но они скорее Софтварные К Lenovo Они отношения не имеют К Lenovo вроде как Постарались от души Кожаное у него Такое покрытие здесь И очень интересная штучка Обзор про нее Естественно будет Стоит она Как чугунный мост Ну и понятное дело Что вряд ли Кто-то из вас Ее побежит покупать Это скорее такая штука Для очень богатых людей Которые типа Вот хочу что-то новенькое Вот хочу что-то такое Потому что там же Еще минус какой Если честно В хозяйстве Он не сильно нужен Потому что Если вот как ноутбук То слишком маленький экран Слишком маленькая клавиатура Плюс он такой толстенький Он да Он не тяжелый Но он толстенький Громоздкий Неудобно работать Слишком маленький экран Получается Когда вот так Его разворачиваешь 13,3 дюйма Ну да Клавиатурку вот так положил Можно типа работать Ну не знаю Все это как-то Довольно странно Лежать с ним Лежа что-то читать Как я люблю Когда лежишь вот так вот На подушечке А его вот так вот Перед собой ставишь Что-то читаешь Он получается Какой-то слишком большой В общем есть недостатки Но вещь безусловно прикольная Гибкий экран Это вот прикольно Вот мац Так типа Действительно можно сгибать И разгибать Вот на эту тему Будут у нас всяческие обзоры Кто Прям ждет Легионы пятые Прям кушать не может Ждет Когда же Нотик сделает Пятый легион Ролик Будет все это дело Он уже приехать должен В ближайшие дни Легион пятый будет Какой точно Я пока сказать не могу Но мы будем делать На него распаковку Мы делаем теперь распаковки И там мы как раз Расскажем Какой это именно У нас легион И естественно Про него обзор будет Но уже теперь Не раньше Чем через неделю То есть только После майских праздников Потому что пока Возимся вот с этими Очень даже прикольными Вещицами Вот такие вот дела Спасибо что с нами До новых встреч И всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова